Российские власти расширяют поддержку моногородов. Теперь субсидии охватят не только самые депрессивные, но и все населенные пункты такого формата. По стране их более 300. Шесть из них находятся в Башкирии. Кумертау первым в регионе начал сотрудничать с Фондом развития моногородов. Какие перемены ждут город, мы узнаем, поговорив с его главой Борисом Беляевым. Он с нами на прямой связи из студии РБК в Уфе. Борис Владимирович, здравствуйте. Какие инвестиции запланированы в развитие города? Сегодня на самом деле город Кумертау является одним из первых, который сотрудничает с Фондом развития моногородов. В городе Кумертау реализуется якорный инвестиционный проект, это строительство массово-экономного завода. Порядка 6 миллиардов рублей инвестор вкладывает в его строительство. И будет создано 6,627 новых рабочих мест. Это благодаря тому, что Фонд развития моногородов оказал поддержку, в том числе на строительство внешней инфраструктуры для этого завода. Более того, мы сегодня работаем над тем, чтобы развивать все сферы экономики, в социальной сфере работать и в сфере жилищно-коммунального хозяйства. И вот отсюда мы формируем все проекты. Ну а насколько иностранным инвесторам интересны проекты в Кумертау? Да, на самом деле иностранным инвесторам наш город интересен в части того, что мы находимся как южный ворот республики Башкортостан и находимся рядом с границей Казахстана, ну границей с Оренбургской областью. Более того, через город Кумертау будет проходить скоростная трасса запад-Китай. В Башкирии она называется Баллы Кумертау. И мы на самом деле надеемся на то, что инвесторы будут заинтересованы в Кумертау. Сегодня в Кумертау, значит, немецкий инвестор вкладывает в производство завода по созданию цементопомольной станции. Это производство цемента. И мы уверены в том, что сегодня, более того, к нам приезжают инвесторы из Китая и из Индии, рассматривая нашу площадку, и наша территория им очень интересна. Ну смотрите, сейчас ситуация в экономике все-таки сложная. Будут ли создаваемые предприятия обеспечены заказами вот в этих условиях? Конечно же, мы работаем над этим. И исходя из того, как работают в других регионах, мы работаем над тем, чтобы создать в городе Кумерта индустриальные парки. Эту работу мы проводим с корпорацией родителей Республики Башкортостан. И эти индустриальные парки позволят продукции быть конкурентоспособны на рынке. Отсюда с ним снижается себестоимость продукции и снижаются затраты на производство продукции. Поэтому мы уверены в том, что продукция, которая произведена в городе Кумертау, она будет конкурентоспособной в части именно создания наших индустриальных парков в том числе. Кумертау считается одним из самых проблемных моногородов. Есть ли у него какие-то особенности, преимущества, которые позволят активнее диверсифицировать экономику? Мы как раз-то считаем то, что мы моногород, и самый депрессивный моногород, находимся в красной зоне, и считаем, что это наше преимущество. Потому что мы сегодня работаем с фондом родителей моногородов. И стараемся пользоваться всеми его мерами поддержки. Сегодня наша команда управленческих кадров участвует в пилотном проекте по созданию управленческой команды пилотного проектного офиса фонда развития моногородов. Более того, наша команда сегодня развивается в направлении перехода на рыночную экономику. Статус территории опережающего развития. Что дает городу с тех пор, как одобрили создание ТОРа? Активизировались ли переговоры с инвесторами? Да, сегодня наша территория подала заявку на создание территории опережающей социально-экономической развития Министерства экономики. Нашу заявку одобрили. И это дает огромные преференции нашим будущим инвесторам. В части обнуления налога на землю, обнуления налога на имущество. И сегодня мы порядка более 300 писем направили крупным инвесторам. Которых заинтересовала наша территория. И уже порядка 18 проектов новых на сумму более 14 миллиардов рублей от инвесторов готовы. Это инвесторы, которые готовы прийти на территорию города Кумертау. Мы уверены, что при даче статуса ТОРа, города Кумертау, наш город как бы избавится от приставки МОНО и начнет развиваться уже более уверенно. Спасибо большое. На связи из студии РБК в Уфе был глава Кумертау. Этот город первым в Башкирии начал сотрудничать с Фондом развития МОНО-городов. Сейчас к другим новостям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова